Один из бастующих горняков шахта Нововолынская госпитализирован. Напомню, шахтеры уже несколько дней отказываются подниматься на поверхность, требуют выплатить задолженность по зарплате, которая превысила полмиллиарда гривен. Сегодня горняки провели митинг возле Верховной Рады. Подробности расскажут наши корреспонденты. Под грохот шахтерских касок народные депутаты идут на работу. Перед Верховной Радой собрались более 500 недовольных шахтеров со всей страны. Среди них Алексей Горнорабочий отчистного забоя шахты в Украинске. Утверждает, работники горнодобывающей промышленности вынуждены выживать. Жить невозможно. Семьи кормить не за что. Сколько они платят? Ну вот я говорю, апрель месяц нам еще не заплатили. Уже июль месяц начался. Аналогичная ситуация и с технической базой. Жалуются горняки, оборудование не обновляется. Уголь добывают чуть ли не дедовским методом. Финансирование ноль. Они только требуют, не платят ни денег, не влаживают денег. Так работать нельзя. Сколько в сутки даете? В сутки? Ну сейчас в среднем где-то около 800 тонн. 800 тонн? Это сажал участок. И это при том, что оборудование 70-х годов. Изменить ситуацию могли бы дотации с годбюджета, утверждают представители профсоюза. Но власти решили закупить импортный уголь. С митингующими встретились нардепы оппозиционного блока во главе с Юрием Бойко. Лидер фракции поинтересовался состоянием горняков 10-й нововолынской шахты, которая уже несколько дней бастует под землей. Сегодня ночью одного из них открылось кровотечение. Его госпитализировали. Остальные 46 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Сейчас общая задолженность по зарплатам достигла почти полумиллиарда гривен. Бойко потребовал отчетов профильного министра. В понедельник было заседание, закрыто заседание кабинета министров Украины. Я внесли две постановки по перераспору коштей и 318 миллионов закрытия поточки. Но без закона, который вчера, я думаю, в начальном комитете, хочу подякувать. Ваши представители поддерживали. Если закон не будет принят, то эта ситуация будет падать. Принять закон 8362, который позволит направить в угольную промышленность более 2,5 миллиардов гривен, шахтеры требуют уже третью неделю. Но в Верховной Раде, несмотря на многочисленные митинги, в повестку дня вносить законопроект не торопятся. Мы считаем, что если люди приехали за грошами, которые они заработали, то уряд должен их отдать. И сегодня заборгованность майже 500 миллионов. Сейчас 340 уряд знайшов. Сейчас они поехали, представители с нашими депутатами Министерства энергетики, и они получают четкий план, когда эти гроши будут доведены до них. Но кардинальное решение этого вопроса, вообще бомба была закладена, когда голосовал этот бюджет, или не враховали вымоги шахтеров тогда. Мы за это не голосовали, но за лишки право-владной коалиции, они протягнули это решение. И сегодня как раз это наследок того бюджета, который был принят. Представители оппозиционного блока потребовали от Рады внести в повестку дня и проголосовать законопроект 8362 в начале следующей пленарной недели. Александр Васильченко, Василий Миновщику. Подробности телеканал Интер.